Много пришлось поездить по миру, понырять, и с моими дорогими бадди у меня пришла такая идея, наверное, лет пять назад, снять художественный фильм. Очень мало фильмов, на самом деле, хороших про дайвинг, еще меньше очень хороших фильмов, которые были реалистичны, рассказывали и показывали подводный мир, и у нас родилась идея снять фильм. Но в связи с тем, что помимо дайв-центра, что является больше моим увлечением, у меня есть еще основная работа, я занимаюсь производством светодиодных светильников в Туле, времени как такового не было. То есть работа, суета, поездки, поэтому начать писать сценарий к фильму, все, не было времени. И так получилось, что в результате моих поездок работа у меня была налажена, все немножечко, контроль на работе был немного потерян. И мой бухгалтер проводил там левые махинации, у меня образовалась задолженность по налогам, и неожиданно было возбуждено уголовное дело, следственный комитет, и мне пришлось, как основателю компании, посетить такое замечательное место, как следственный изолятор. И 4 июня 2021 года я оказался в таком прекрасном месте. Как писал русский поэт Иосиф Бродский, тюрьма — это ограниченное пространство, восполненное избытком времени. Поэтому времени у меня появилось достаточно много, и я решил его не терять, решил начать писать сценарий, ну, а именно роман. Никогда раньше я не писал, опыта у меня такого не было, поэтому я попросил свою дочь привезти мне книги, которые будут учить, как пишутся книги. Я начал читать книги о писательском мастерстве, как это делается, вообще технология, и уже там я написал краткий сценарий, то есть синопсис называется в литературном языке, синопсис — краткое описание романа. Написал это в письме, отправил своей дочери, как первой читательнице, чтобы она это оценила. Мои родственники приняли действия определенные, продали часть моей недвижимости, мы полностью погасили все долги, которые нам предъявляли, и 9 августа, спустя 2 месяца и 5 дней, я вышел на волю. Но уже, как говорится, старт был положен, останавливаться уже нельзя было, и я продолжил писать роман. В декабре 2022 года отдал книгу в типографию, они мне сказали, что 6 февраля книга будет готова, ее можно будет забрать, и я как раз посмотрел, что, получается, так книга будет готова прямо в канун выставки. Подумал, что это знак, и думаю, почему бы мне не презентовать книгу на выставке, где будут мои друзья, где все равно мы все собираемся, где можно встретиться, я расскажу какие-то интересные вещи об этом. Поэтому сейчас вот все мы здесь находимся в этом зале. Я не буду рассказывать, о чем книга, потому что уже большинство, кто-то уже прочитал книгу, кто-то прочитал аннотацию, есть это в открытом доступе. Хотел поделиться той информацией, которой нет в открытых источниках, ну и даже мои близкие, в общем-то, каких-то вещей не знают. На романе написано «Основа на реальных событиях». Действительно, мне немного пришлось сочинять, немного пришлось придумывать. Правильно, я еще когда в Вордовском документе был текст книги, отдал некоторым людям его почитать и попросил написать отзывы. Вот Дмитрий Князев написал в своем отзыве о том, что тяжело уловить нить между реальностью и вымыслом автора. На самом деле так есть, потому что реальности там много. И за прототип главного героя бралось два человека. Книга фактически разделена на две части, первую половину и вторую. То, что касается первой половины, в основном все описывается про ту историю, которая произошла реально со мной. В книге описывается погружение дайвера в арку Блюхола. В результате некоторых ошибок дайвер приобретает кессонную болезнь и у него отказывают ноги, он оказывается в инвалидном кресле. Так вот, в 2017 году, 20 сентября, я вместе с моим баде Андреем, он здесь, мы погружались в арку на 114 метров. И в принципе в романе все это описано, как это было, все мои эмоции, мои переживания. Ну, а поскольку я себя-то чувствовал дайвером очень крутым, очень опытным, я инструктор, нырял уже на 70 метров с одним баллоном, поэтому кессонная болезнь мне была вообще не страшна. Я себя чувствовал таким эдаким подводным бэтменом. Естественно, можно пренебрегать техникой безопасности, потому что со мной такого произойти не может. Это где-то там рассказывают с кем-то другим. Поэтому некоторыми правилами техники безопасности я пренебрег. После всплытия у меня началась кошмарная боль в плечах, начал покрываться пятнами. Слава богу, была рядом барокамера. Мы поехали в Дахабскую больницу. В барокамере, прежде чем попасть в барокамеру, там была еще целая история, она описана в книге. В общем, египетские врачи, они в этом плане медлительные, никуда не спешат. Они понимают, что к ним приехал их долгожданный клиент. Пришлось, в общем-то, карточкой заплатить 500 тысяч рублей для того, чтобы меня в барокамеру все-таки уложили. Первый день я там провел 5 часов, второй день 3 часа. После этого еще месяц лечился под наблюдением известного доктора Мартыненко, доктора-водолаза из Питера. Он меня там инструктировал. Ну, в общем-то, все у меня обошлось. Потому что вовремя, слава богу, были деньги, вовремя подоспела барокамера, хоть и не с большой задержкой. А вот продолжение, вторая часть книги основана на судьбе другого человека. Это реальный человек тоже. Его зовут Максим Сима. Живет он в Киеве. Опубликовал свою историю группе ВК. Я, когда писал роман уже, это было в 1922 году, я с ним связывался, хотел его проинтервьюировать, узнать у него более детально подробности всего того, что с ним происходило. Но, к сожалению, события после 24 февраля на это все повлияли, и он мне сказал, что ни с одним россиянином он общаться не будет, ни на какие темы, и можно его даже и не уговаривать. Поэтому пришлось пользоваться той информацией, которая была до этого в ВК. И вторая часть романа, в общем-то, основывается на тех реальных событиях, которые произошли с ним. У него тоже было глубоководное погружение, после чего он приобрел кисонную болезнь. Точно так же его динамили врачи в Хургатской больнице, но у него не было денег на тот момент, не оказалось, то есть не рассчитываешь на такую большую сумму. И его перевозили то с одной больницы, то во вторую больницу, то есть время драгоценное было потеряно. В результате чего у него отказали ноги, он оказался в инвалидном кресле, долго реабилитировался. До сих пор он сейчас еще находится в инвалидном кресле, но уже понемногу начинает ходить. Поэтому вот эта реальная история, она уже здесь больше про него. То есть в книге смешанные два прототипа, два героя, немного поменены временные рамки. То есть вымысел, он, конечно, как в любом литературном произведении присутствует, для того, чтобы это было интересно читать. На самом деле книга в прочтении, как мне кажется, не только интересная, но и полезная, потому что я там делюсь своим опытом, делюсь некоторыми такими фактами, которые в технической литературе не описываются. Что касается кессонной болезни, что человек ощущает, когда это все происходит. Но на самом деле часть я даже того, что происходило, на самом деле долго сомневался, но не стал в книге писать, потому что уже совсем жестко. Поэтому все равно ограничился только частью того, что происходило. Ну вот вкратце я рассказал, как создавалась книга. Еще хочу сказать, что когда уже планировал я издание, наверное, уже за полгода до того, как отдать книгу в типографию, моя супруга мне сказала, что, знаешь, книга должна быть все-таки еще и эстетичной. Нельзя просто ее напечатать. Надо сделать так, чтобы ее в печатном виде было приятно все-таки читать, держать в руках. И я обратился тогда к нашей замечательной тульской художнице Юлии Калугиной. Она сейчас здесь присутствует. И мы решили вместе с ней сделать иллюстрации к каждой главе. Вообще всего в книге 44 иллюстрации. То есть заглавная обложка, все, что сзади на обложке, внутри книги, все выполнено Юлией и ее учениками. Все эти картины, они вот, кстати, у меня здесь с собой. Можно будет потом подойти и посмотреть живьем, как это все выполнено. Выполнялась интересной такой технологией, называется графика. То есть это пером с черными чернилами наносится миллионное количество точек. И из этих точек складывается иллюстрация. Потом все эти иллюстрации обрабатывались на компьютере и уже воплощались в книгу. Можно будет подойти, посмотреть. Вот они здесь лежат. Можно пообщаться с Юлей. Может быть кто-то с учеником тоже, который делали. Вот в принципе все, что я хотел сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, меня хотели вопросами замучить. А так можно подойти и поближе познакомиться, посмотреть. По поводу продолжения. Есть планы снять фильм по этой книге, потому что сценарий уже готов. Будем думать, как это делать, либо своими силами, либо привлекать каких-то спонсоров. Сейчас книга есть в электронном виде на Литресе. Где-то через, наверное, я так думаю, недели две загрузится аудиокнига. Она уже готова, но на Литресе модерация занимает порядка 10 дней. То есть аудиокнига на русском языке готова. И есть перевод на английском языке. Я вот отправлял Ахмеду Габру эту книгу. Я еще, кстати, на этой выставке в прошлом году уже Ахмеду сказал, что я пишу книгу. Я с ним встречался и сказал ему, что ему пришлю почитать, отправить отзыв. Вот я ему в Египет по WhatsApp, мы с ним общались, я ему отправлял. Поэтому будет еще англоязычная версия, которая будет продаваться на Амазоне. Там продают по технологии печать по требованию. То есть за границей книги не печатают, а люди, если выбрали, значит, печать по требованию. Она печатается и в единичном экземпляре каждому человеку отправляется. Но вообще есть такая очень глобальная идея снять по книге все-таки наш русский фильм про нас, про дайверов. Когда я думал о том, что придется снимать фильм, хотелось добавить больше подводных съемок, красоты подводных съемок. Я поэтому придумал нашему главному герою, ему постоянно там периодически снятся сны, где он ныряет. То на Палау, то на Мальте. Поэтому это все здесь во снах реализовано с целью того, чтобы были красивые потом подводные съемки в процессе снятия фильма. Можете подойти, посмотреть иллюстрации, книги. В принципе, у меня все. Коллеги, мне довелось писать рецензию на эту книгу, и я это делал впервые. И когда Дмитрий ко мне обратился, что для меня было совершенно неожиданностью, совершенно, что для меня было совершенно неожиданностью, я вдруг почувствовал, ну опять же, я не искушенный, наверное, в этом деле человек, я почувствовал, что что-то такое мне предлагают сокровенное. И Дмитрий мне сказал, давайте я пришлю синопсис, прочту, я попросил полный текст, потому что, ну думаю, раз человек это просит, ну неправильно будет с моей стороны идти окружным путем или коротким путем, я должен прочесть все. Вы знаете, когда я это читал, что я, на чем я себя поймал? Мне кажется, что чем бы мы ни занимались, в какой-то момент, и этот момент у каждого свой, наступает ситуация некого внутреннего наполнения, когда хочется тем опытом житейским, теми событиями, теми знаниями, которые есть, поделиться, что называется, оставить их в назидание. Но проблема заключается в том, что к ним все время прилипают эмоции, связанные с лично пережитым, и вот отделить такую в сухую энциклопедию это не получается. И я хорошо помню, что сколько-то лет назад я затеял вести собственный блог, где вот посвящен был тому, чем я занимаюсь, да, верно, с инвалидностью, там вот рассказывал все, что я знаю, я решил, что я буду идти по простому пути, а все, что я делаю, я буду записывать. Я ленивый, мне неохота все время искать. Вот я буду, даже если мне нужно вернуться, я буду находить эти места. Но я в голову не мог себе представить, что можно решиться на книгу. И я хочу, Дмитрий, поздравить и высказать огромное уважение. Я когда это читал, иногда я слушал, я перевел еще в аудио и слушал в машине, я думаю, боже мой, сколько человек сил на это просто душевных потратил. Я понял, что во мне нет этих душевных сил, и тем более это вызывает у меня огромное-огромное уважение. Я поздравляю, желаю успеха, а если будет еще и фильм, я не знаю, хорош он или будет, но это то, что можно будет рассказать своим внукам, а я еще фильм снял. И мне кажется, это будет очень круто. Вот спасибо огромное, вы меня просто вдохновили. Дорогие друзья, я вам хочу сказать, что действительно в семье тульских дайверов, ну прежде всего он туляк, это большое событие, что наш, ну как бы коллега, друг, плохо слышно, вот так получше, наш друг, коллега действительно решился написать книгу. Это непросто. Должна быть соответствующая энергетика, подготовка, конечно, у него шикарная, но тем не менее, для этого нужны силы, настойчивость, целеустремленность. Я не читал эту книгу, я начал только ее читать. Но она такая захватывающая. Нам нужно просто где-то уединиться и ее проглотить, эту книгу. Но я просто благодарен Дмитрию, я хочу сказать слова благодарности ему о том, что, подумайте, это было начало 2000-х годов, да? Человек создает дайв-центр, настоящий, сертифицированный и настойчиво, целеустремленно, как я говорю, рожает дайверов год за годом, количество тульских дайверов растет. Растет здоровый вид спорта. Это увлеченные люди. Причем Дмитрий подходит к этому очень скрупулезно, очень скрупулезно. Я вот не встречал таких преподавателей, как он, очень такой вот педантичный в этом. Но, безусловно, это цена жизни, так и надо. Поэтому, Дим, я тебе хочу сказать, ты молодец. Я хочу сказать, что вот мы гордимся. Я лично горжусь тобой, что у меня такой бадди замечательный, такой вот интересный человек. И сейчас это выразилось вот в написании романа. Я думаю, что и фильм будет очень интересный, захватывающий. И, ну, как бы для нашей команды это большое счастье, ребят, на самом деле. Давайте ему дружно поаплодируем. Я Алла Верды. Алла Верды, такое маленькое. В книге еще описывается философия дайвинга, философия бадди. Так вот, Александр Евгеньевич, это автор и мой учитель вот этой философии. Все, что там описано, все, что он придуман, я там это написал.